Валерия Пономарёва приехала из Ярославля к сестре в гости. Она уже третий раз посещает Самару и признаётся, что прежде знакомилась лишь с местными музеями и театрами. Однако на этот раз, увидев афишу на сайте музея Рязанова, не упустила возможность погрузиться в атмосферу советского Куйбышева. Поскольку экскурсия связана с советским прошлым, как оказалось, что советское прошлое, хоть я не жила в это время, но объединяет многие города. И что-то, что я узнала здесь, оказывается, частично связано и с моим городом тоже, потому что родители, бабушки, дедушки тоже об этом рассказывали. Ну вот, например, о магазинах, где продавали рыбу, океан, они, оказывается, были не только в моём городе, хотя мне родители рассказывали об этом, и здесь тоже был. Экскурсанты не только узнали о советских ресторанах и магазинах, но и смогли познакомиться с элементами советского уклада жизни. Научный сотрудник музея поделилась интересными историческими фактами. Рассказала о ценах тех лет, о местах, где собирались куйбышевские стиляги. По воспоминаниям самарских жителей, гостиница и ресторан внутри очень сильно напоминали тот ресторан, который был в сериале «Место встречи изменить нельзя». То есть ресторан сохранил свой такой треволюционный океан, залы были с высокими потолками. Это очень интересно узнать, где отдыхали бабушки и дедушки, где и что они покупали, сколько это стоило, с какими трудностями они сталкивались. Потому что в те годы был большой дефицит товаров всего на свете, люди буквально охотились за продуктами питания, за мебелью, за электроникой. Все это надо было доставать. И вот это доставание, оно в какой-то мере превратилось в такой национальный спорт. Пешеходные экскурсии проводятся регулярно, и каждый желающий может стать их участником. Августина Охременко, Григорий Плешаков. События. Продолжение следует...